Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Неумолимо мы движемся вперед к нашим супер-отсчетам, которые выпали на эту пятидневку. Напоминаю то, что завтра у нас ФРС с процентной оставкой, а в пятницу нон-фарм-перлс. Видим то, что американские макроэкономические данные продолжают радовать тех трейдеров, которые ставят, соответственно, на усиление позиций этого валютного актива. И верят в то, что американская экономика в целом достойна хороших, сильных отчетов, которые могут стать определяющими для того, чтобы убедить тех представителей ФРС, которые по-прежнему еще недостаточно уверены в том, что США готовы к еще одному скорому шагу по ужесточению монетарной политики. Ну вот, касательно скорого шага, это, конечно же, спорный момент, потому что нам обещали то, что ставку должны были повысить еще чуть ли не в первом квартале 2016 года. Однако мы с вами замыкаем весь этот год и надеемся на то, что хотя бы раз все-таки ФРС еще проявит решительность по поводу ужесточения монетарной политики и придаст, соответственно, доллару тот самый триггер и стимул, который мы хотим отыгрывать в динамике, соответственно, прежде всего пары доллара и японская иена, потому что для нас именно эта валютная пара является, опять же, тандемом, который мы торгуем по факту выхода макроэкономических отчетов из США. Безусловно, сегодня мы продолжим следить за, собственно, макроэкономической статистикой американского происхождения, потому что отчетов сегодня также будет очень много. Об этом мы поговорим, когда, в целом, переключимся на пару долларов японского иена. Начнем мы сегодня, как и всегда, с того, что у нас случилось на рынке энергоресурсов за прошлую торговую сессию. И, безусловно, здесь с очень хорошим настроением я хочу подвести итоги вчерашнего дня, потому что мы можем говорить о реализации наших окосочных целей. Хотели увидеть пробой поддержки 50 долларов за баррель? Увидели. В частности, клоус вчерашнего дня был даже гораздо ниже – 48.51. Сейчас активы торгуются с небольшим повышением – 48.94, но это все равно уверенно и гораздо ниже полтинника, который для нас был таким промежуточным звеном, чтобы, может быть, мы собрались еще больше уверенностью, сплотились с прочими медведями и поставили на уже тотальное ослабление и Brent и WTI, ну, в частности, Brent, а с потенциалом ухода в район 45 долларов за баррель. Риторический вопрос. Как вы думаете, что же стало причиной слабости Brent вчера? Риторический вопрос, он подразумевает отсутствие необходимости, собственно, получить ответ. Но я хочу отметить то, что все-таки есть четкое объяснение, и это объяснение связано с тем, что на рынке растут сомнения по поводу того, что в Вене 30 ноября нефтедобывающие страны смогут, соответственно, выработать солидарную позицию по ограничению добычи. И эти сомнения сейчас базируются на том, что нет единства в рамках самого Ближнего Восточного Картеля. Почему эту тему стали активно развивать вчера? Ну, поскольку были уже, скажем, предварительные итоги, форума, который прошел на выходных, когда встречались представители ОПЕКа со странами, которые не входят в это содружество. Нас интересуют, конечно же, страны такие, как Азербайджан, нас интересует Бразилия, Казахстан, ОМАН, Россия. Ну, в частности, Россия, она гораздо чаще, собственно, фигурировала в сводках, новостях по поводу того, что готова поддержать инициативы той же самой Саудовской Аравии и в целом, ОПЕК. Но вот, судя по последним комментариям, ни одна из этих стран, и в том числе и Россия, не собирается брать на себя ответственность по ограничению добычи до тех пор, пока не будет четкого понимания и похожего решения со стороны организации странных спортеров нефти ОПЕК. То есть, если ОПЕК не сможет договориться со своими членами по поводу ограничения добычи, то, конечно же, поддерживать это решение не будут и прочие игроки глобального мирового энергетического рынка. Что это значит? Это значит то, что мы с вами смело можем снова спекулировать на комментариях и позициях Ирака и Ирана, которые продолжают избегать этих договоренностей, ищут любой способ, чтобы не поддерживать, собственно, решение по ограничению, либо даже заморозки объемов добычи, поскольку это для, прежде всего, для Ирака, смерть и подобное. В частности, максимум, на что могут пойти отдельные регионы Ирака, это заморозить производство. Но мы говорили об этом неделю назад, это порядка, практически, около 5 миллионов баррелей в сутки. Очень много, чтобы хоть как-то повлиять, соответственно, на баланс спроса и приложения на рынке энергоресурсов. Нужно, чтобы регионы сократили серьезно производство. А эта позиция неприемлемая. Поэтому получается, что Садус-Карави, который когда-то выступил инициатором, сейчас, наверное, вынуждено будет обломаться чуть ли не ключевым образом, потому что нету поддержки со стороны Ирака, нету поддержки со стороны Ирана. И вот тут уже и Россия говорит о том, что она не готова, собственно, лоббировать идею такого тотального сокращения без понимания того, что точно такие же действия будут предприняты и другими регионами. Поэтому мы ждем с вами 30 ноября. Времени остается все меньше и меньше. Не успеем мы глазом, как наступит, собственно, эта дата. И мы, наконец-таки, уже подведем итоги этого свидания и поднем, что уже заведомо, заранее до этого события у нас был достаточный фундамент в плане информирования нас говорить о том, что никакого позитива по факту встречи стран ОПЕК с странами, которые не вхожи в эту организацию, никакого прогресса по стабилизации в целом ситуации на рынке энергоресурсов достигнута не будет. И мы полномерно с вами уйдем на декабрь с прежними проблемами для рынка нефти и с нашим четким восприятием регулярной статистики, которая будет продолжать публиковаться по США, по запасам нефти, по количеству платформ от Беккер Хьюз, что будет только усиливать давление на бренд. Неспроста он уже снижается. Возможно, это и есть начало того самого долгожданного коррекционного тренда, который только будет набирать силу для того, чтобы протестировать электронной поддержки 45 долларов за баррель. Поэтому сегодня у нас из отчета, помимо статданных по американской экономике, что может поддержать доллар и, соответственно, оказать еще больше давления, есть отчет, который непосредственно касается нефтяных активов. Это АПИ, запасы нефти, американские институты 23.30 по московскому времени. На прошлой неделе данное агентство сообщило о росте запасов, что стало причиной давления на них. Если ситуация в троиции сейчас, у нас будет еще один козрь, который мы сможем распоряжаться в качестве фундамента, и еще одного аргумента и причины, чтобы распродаваться бренд. Я считаю то, что 48.94 – это не предел, даже 48.51 – минимум вчерашнего дня. Это не экстремум в плане ослабления. Мы можем оставить на закрепление ниже 48 долларов за баррель. Может быть, это слишком вызывающая цель сейчас, потому что если допустить, что бренд пойдет ниже этой отметки 48, то получается мы прогнозируем еще одну затяжную, очень длинную красную свечу. Собственно, если разбирать именно ситуацию через свечные бары и цены на рынке энергоносителей, наверное, без должного фундамента это весьма опромиссиво надеяться на такой исход. Но мы понимаем, что даже если и будет проторговка, консолидация, вряд ли она позволит бренду снова вернуться выше 50 долларов за баррель. Скорее всего, мы будем наблюдать какое-то время котировки чуть ниже 50, накопим больше сил и, соответственно, сходим еще ниже. Ждем отчеты, ждем появления дополнительных новостей и комментариев по поводу венской встречи, ждем сильного доллара и, соответственно, ждем еще большего пресса на котировки бренда и даблюти. Российская валюта 63,33 сейчас котировки. Уверен, как только стартанет рынок, мы сможем увидеть еще большую девальвацию российского валютного инструмента, потому что не все с нижней нефти было отыграно. Если давление будет усилено, то мы сможем даже говорить о закреплении пары USDRAP выше 64. И это также является, собственно, частью нашего с вами среднесрочного плана, поскольку мы планируем добраться до 65. Пока все располагает к состоятельности наших идей. Мы понимаем то, что поддержка сейчас для рубля просто ждать не приходится ниоткуда. И, соответственно, будем просто копировать с реверсом то, что показывает нефть. Европейская валюта против доллара. Котировки 1,0966. Евро снова снижается. Стартовала неделю, конечно же, европейская валюта на ненорме ноте. Минимальные значения даже 1,0935. И, в принципе, были все основания, чтобы провалиться уже ниже снова поддержки 1,09. Но, наверное, все так хорошо быть сразу не нужно. То, что евро начинает корректироваться после того ралли, который мы видели ближе к концу прошлой недели, это хороший знак. Это снижение может стать, скажем, системным, может быть продолжено и дальше. И, соответственно, мы будем поговорить о пробои, собственно, этого уровня с потенциалом ухода пара евро-доллара к отметке 1,08. Если подвести итоги вчерашнего дня, то ослабление евро мы наблюдали на фоне роста доллара. И как бы мне сейчас не хотелось говорить про локальную статистику, которая является определяющей, я думаю, что вы и без меня прекрасно понимаете то, что на рынке сейчас главным фигурантом и толкателем всех инструментов является и остается доллар. Именно от него мы сейчас настроим все наши инвестиционные идеи. Понимая, что будет с долларом, то будет и с прочими активами. То есть сильный американец будет оказывать давление на рисковые инструменты. В отношении евро эта логика сейчас полностью соблюдается. Вчера, правда, было несколько сильных данных. Во-первых, это данные по ВВП, еврозоны в квартальном и годовом выражении, и отчет по индексу потребительских цен по инфляции. В частности, индекс потребительских цен. Мы увидели то, что в месячном выражении басфиксированный рост на 0,1% до 0,5-0,4. Это, между прочим, по-моему, максимальное значение с июня 2015 года. Но все равно очень низкий показатель, который сохраняет актуальную идею того, что в декабре Европейский Центральный Банк будет вынужден продлить действие программы количественного осмельчения и после марта 2017 года. Наверное, на более агрессивные шаги пока ЕЦБ не пойдет, но даже продление программы QV – это проявление мягкой экономической политики, еще даже более усиленность, что в целом будет воспринято в негативном ключе для европейской валюты и станет еще одной причиной слабости этого инструмента. ВВП – 1,6% в годовом выражении, но целых 0,3% в квартале. То есть показатели совпали как с оценкой прошлого периода, так и с прогнозами. Здесь нужно отметить то, что в целом, наверное, статистика неплохая, особенно на фоне тех реалий, которые сейчас разворачиваются в рамках валютного блока. Но это очень скромный показатель для развитого рынка. И действительно, еврозона сейчас чувствует себя гораздо хуже той же самой Англии, Соединенных Штатов Америки, особенно после последнего пятничного релиза по ВВП США, когда мы говорили о годовом приросте на 2,9%, а здесь вот 1,6%, и то с трудом удается удержать этот показатель. Самое важное, что мы еще не дождались тех самых негативных последствий, которые будут проявлены постфактум Брекзита. То есть, понятное дело, что, наверное, ключевым образом пострадают, прежде всего, Англия и фунт. Но для валютного блока в целом, для еврозоны, этот, скажем, прецедент не пройдет бесследно. То есть, мы будем говорить о том, что этот риск сохранится, и этот риск будет оказывать такое долгосрочное влияние на показатели ВВП, все-таки, наверное, придавливая его ниже 1,5%. То есть, даже несмотря на вчерашние цифры, наверное, нам стоит только их проанализировать и, наверное, также благополучно забыть. Потому что, как я уже отметил, более определяющим игрокам остается доллар, да и еще нет тенденции даже в статистике еврозоны, которая говорила бы о том, что худшие времена для этого региона позади. Поэтому мы с вами следим за отчетами, которые будут публиковаться дальше. Но европейского происхождения делаю все-таки большую ставку на статистику США. Вчера, кстати, давление на евро оказали еще и отчеты по личным доходам и расходам, которые превзошли ожидания аналитиков и подтвердили сохранение прогресса в потребительском секторе США и подняли вероятность того, что ставка может быть повышена на декабрьском заседании 2016 года. То есть, в этом декабре. На текущий момент, я думаю, не будет ошибки, если мы скажем, что эта вероятность уже составляет процентов 76. Примерно так. Соответственно, сегодня, если мы уже построили картину позиционирования, трейдинга по паре евро-доллара, отталкиваясь от статистики США, ждем отчеты по американской экономике в 17.00. Два очень важных релиза. Ждем сильных данных и ждем все-таки восстановления пресса на европейскую валюту. Доллар и иена. Чтобы здесь далеко, скажем, чтобы не отходить от американских данных, еще раз подведем итоги, личные доходы выросли на 0,3% с 0,2%, личные расходы 0,5% с минус 0,1%. Также многомесячные максимумы, как я уже отметил, они еще раз стали подтверждением сохранения прогресса потребительского сектора. И мы с вами теперь правильно говорить об очевидном росте потребительской активности вкупе с очень сильными показателями ВВП, которые мы анализировали в пятницу, что в целом может стать серьезным аргументом для скептиков среди голосующих членов РС по поводу того, чтобы и они уже поддержали решение по нормализации денежно-кредитной политики и повышению процентных ставок. На текущий момент трое из голосующих членов выступают против того, чтобы повышать ставки. Но эта, скажем, расстановка сил была актуальна до последних макроэкономических отсчетов. Я надеюсь, что если уж не личные доходы и личные расходы повлияют на их мнение, то, по крайней мере, все-таки показатели ВВП, который оказался максимальным за последние два года. 2,9%. Напоминаю, это тот релиз, который был опубликован в пятницу, который стал, собственно, причиной для роста американской валюты. То, что пара USD-йена вчера восстановилась и полностью компенсировала потери, понесенные в пятницу, напомню, что в основу пятничного снижения доллара легли опасения того, что ФБР готов инициировать разбирательство по поводу писем, связанных с Хиллари Клинтон. Сейчас эта тема уже не так актуальна. Но да, есть определенные риски для политической стабильности, потому что все-таки это решение было принято буквально за несколько дней до выборов. Возможно, если бы его инициировали месяц, два, три месяца назад, это влияние на рынок было менее существенным. Но сейчас, когда Веба уже в прямом смысле на носу, конечно же, на настроение трейдеров это влияет. Но вот не на настроение электората, потому что Клинтон по-прежнему лидирует с очевидным перевесом, и ее воспринимают в качестве наиболее явного кандидата на занятие овального кабинета США. Поэтому думаю, что эту тему мы с вами можем пока опустить, если рынок сам не вернется к ней. И обратить внимание на те отчеты, которые у нас сегодня. Как я уже отметил, это 17.00 отчет производственной активности АСМ и также индекс разгона инфляции. Жду поддержки для доллара и жду, чтобы пара USD-GEN с текущей в значении 104.81 снова оказалась выше сопротивления 105. Это будет нашим отправным уровнем, для того, чтобы мы уже замахнулись на следующее сопротивление 106 йен против американцев. Фунт против доллара. Котировки 1.22.30. Фунт в целом находился вчера большую часть дня под давлением. Но вот в конце дня вы наверняка могли заметить вот это локальное ралли, которое практически выстрел такой фунта против доллара. Порядка 100 пунктов. Котировки сейчас 1.22.30. Вы знаете, что это восходящее движение совпало с комментариями на рынке со стороны представителей Банка Англии о том, что из-за роста инкций потребительских цен Банк Англии вот в этот четверг может даже рассмотреть возможность ужесточения монетарной политики, то есть повышения процентных ставок. Я надеюсь, что вы на это локальное ралли не повелись и уж тем более не примете такую рыночную позицию в плане новостного фона, потому что это бред. Банк Англии не будет повышать процентные ставки тогда, когда на повестке такой страшнейший политический риск, как выход из состава ЕС. Это даже не риск, это то, что уже реализовалось. И мы продолжаем вместе с участниками рынка негативить по поводу последствий этого самого выхода. Об этом говорили очень много. И эти последствия будут как снежный ком, скажем, усиливать те проблемы, которые и так характерны для Англии. И вот этот затяжной период неопределенности может продлиться даже несколько лет. Снова напоминаю вам про прогнозы СНП. Они считают то, что если Англия быстро оправится, если преодолеет все угрозы, все последствия выхода из состава ЕС, то экономическое восстановление больше 1% нам покажет только в конце 2018 года, даже, может быть, в 2019. Представляете, у нас еще 17-е, 17-е, 2 года слабости экономики Англии, что вряд ли будет положительным образом отыгрываться фунтом. То есть фунт будет оставаться под давлением. Если вы не занимали короткие позиции по британцу ранее, то вот считайте, что рынок вчера вам подаил возможность, чтобы продать пару по более высоким ценовым рубежам и значениям. Покомендую воспользоваться ей. Тех, кто стоит в коротких сделках, ничего не меняем. Просто порадуемся за тех трейдеров, которые, может быть, использовали как косочный потенциал роста, хотя он был абсолютно непредсказуем. Ну и не будем забывать про то, что мы также с вами ставим на хороший профит, и мы его непременно получим, когда пара по-другому просядет в районе 1.20. Может быть, это случится даже до конца этой недели, поскольку весь основной суперфундамент у нас еще впереди. Хотел еще обратить ваше внимание на австралийский доллар. В частности, сейчас котировки 0.7650, локальный хай был 0.7657. Сегодня Зерный банк Австралии представил решение по процентной ставке. Она была сохранена на прежнем уровне 1.5%. Это обычная реакция, на самом деле, постфактум решения Резервного банка Австралии, позитив, который ни на чем не базируется, ни основу. Поэтому текущее значение, то есть фактически приближение снова к сопротивлению 0.77, можно снова воспринимать как еще один шанс продать австралийца и снова поставить на снижение в районе 0.75. Австралийца непременно развернется, потому что будет находиться под давлением не только все-таки слабых данных по индексу потребительских цен, не только комментариев со стороны руководства Резервного банка Австралии по поводу дорогой национальной валюты, но еще, конечно же, сильного доллара, который еще не раскрыл всего своего бучьего потенциала. USDCAD котируется выше 1.34. Сейчас котировки, если уж быть совсем точным, 1.34.08. Я вам предлагал подождать, пока пара снова откатится, хотя бы в районе 1.33.50, может быть, в идеале еще ниже, только после этого покупать. Вот сегодня у нас два важных отчета по Канаде. Во-первых, это данные по ВВП, они выйдут в 15.30. И замыкать, по сути, неделю будет, точнее, не неделю, а день выступления руководителя Банка Канады Полоса. В 19.00 по московскому времени. Поскольку он традиционно, весьма негативно отзывается о состоянии национальной экономики, я думаю, что сегодня будут подведены итоги уже показателя по ВВП, которые, скорее всего, разочаруют. И мы снова будем довольствоваться мрачной риторикой, что в целом должно усилить давление на канадца. И, по идее, сейчас может стать причиной того, чтобы пара USDCAD улетела в район 1.35. Да, вероятности и очень высокая такого сценария есть. Но я еще допускаю то, что сегодня мы можем наблюдать консолидацию по рынку нефти, что, в частности, может привести к локальному облеглению канадской валюты. И как раз к тестированию той поддержки 1.3350, может быть, чуть ниже, о которой мы с вами говорили. И если это случится, то завтра я буду первым рекомендовать вам снова покупать пару USDCAD. Но пока советую воздержаться от длинных сделок. Из важных отчетов сегодня еще раз резюмируем. В 12.30 у нас индекс производственной активности по Англии. Трудно сейчас, конечно же, предположить, какой будет отчет, потому что статистика в последнее время Англию в целом не разочаровывает. Какая будет реакция? Это второй вопрос по счету, не по значимости. В общем, сейчас я не буду стараться переубедить вас и не буду противоречить тому, что я сказал. Даже несмотря на сильный отчет, я все равно уверен, что пара и фунт против доллара будет снижаться, и в целом фунт будет оставаться под давлением. А если сегодня еще и статистика поддерживает нашу короткую идею, тогда это ралли может оказаться даже быстрее, чем медвежье мы прогнозировали. В 15.30 ВВП Канады, в 17.00 два отчета по США, индекс разгона инфляции и отчет производственной активности АИССМ. И в 19.00 выступление руководителя Банка Канады Полоза и в 23.30 отчет по АПИ. Кодовое слово на сегодня – позиция. Величина бонуса 16% действует до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Поэтому мое традиционное напутствие. Напоследок, это исключительно вам прибыльных сделок, хотя я понимаю, что это невозможно и так не бывает, но я хочу, чтобы количество прибыльных позиций у вас было куда больше. Попутного вам тренда, соответственно, удачных, успешных инвестиционных решений. Ну а увидимся с вами уже завтра в 9.30 по Москве. Всего доброго. До свидания.